В последние недели уходящего года пора новогодних елок. Благодворительный фонд Нижегородский организовал для своих подопечных традиционный новогодний праздник. Около ста подарков вручили детям-инвалидам. Но это не главное. В ходе мероприятия глава города передал сертификаты на лечение в российских и зарубежных клиниках для нескольких детей на средства, собранные фондом. Для родителей и детишек это лучший новогодний подарок. У Алеши Соколова задержка психоречивого развития, синдрома аутизма. Мама одна воспитывает ребенка и помощи ждать ей было неоткуда. И она обратилась в фонд, благодаря которому Алеша проходит необходимое лечение в разных российских центрах и клиниках, занимается плаванием и уже есть положительные результаты. Мы сюда обращаемся третий раз. Первый раз мы ездили также в прогноз. Второй раз мы ездили вот этим летом в спортивный лагерь. Вот сейчас третье наше обращение в этот фонд. Мы едем опять в Санкт-Петербург. Конечно, такие деньги родителям собрать очень сложно. Фонд не просто дает надежду. Он оказывает реальную помощь. Праздник, а на глазах родителей слезы. Но это уже не от беды и отчаяния, а от радости. Конечно, всем, я думаю, не поможешь, но тем людям, которые обращаются, они, по крайней мере, пытаются всем помочь. Восемь лет благотворительный фонд помогает нижегородским детям-инвалидам и их родителям справляться с болезнями. С фондом на постоянной основе сотрудничает глава города Олег Сорокин, в том числе оказывая материальную поддержку. В этом году фонд собрал 6 миллионов рублей на реализацию этого важного проекта, именно помощь детям, детям больным ДЦП. Это очень тяжелые заболевания, которые трудно лечатся, которые требуют огромных не просто расходов, а еще и жизненных сил от родителей. По традиции детские новогодние мероприятия с участием главы города продолжатся до Нового года. За это время детям-инвалидам и детям из социально незащищенных семей будут вручены около полутора тысяч подарков.